У нас остается 3-4 минуты, и все, и мы не сможем снимать. Очень грустно. Он так прочувствовал проект, что сделал совершенно идеальное музыкальное сопровождение. Без артиста Калюжного просто не работало бы. Я провожу для себя ассоциацию со снежным помом. Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот вообще курортный город, абсолютная хтонь Зимнего моря, это вот другие абсолютно вибрации. Это прям очень грустно. Ну и как бы весна-то черная и так далее и подобное. Мне кажется, и этот пейзаж такой хтонический является персонажем. То есть он как бы может быть даже причиной всего этого. Пойдем, ложимся. Вначале ты думаешь, что ты управляешь ситуацией. Очень скоро ты понимаешь, что ситуация уходит из-под контроля, все меняется, включаются какие-то непредвиденные обстоятельства. Шесть тридцать шесть. Нет звука? У нас какие-то по звуку какие-то неполадки. Ну особенно, когда на улицу выходим, вот как только холодно становится, актер начинает мерзнуть, так все сразу. Звук, звук. Как в фильме Гамора. Помнишь, мальчик говорил с таким смешным акцентом? Never give up? Да. Никогда не сдавайся. Солнце уходит, остается три минуты, у нас один дубль, это было совсем недавно. Мы снимаем в бухте, и наши ребята убили романа режиссера, и они должны в лодке его отвезти в море. У нас остается там три-четыре минуты, и все, и мы не сможем снимать. У нас практически нет репетиций, постановщик трюков Константин Адаев говорит, мне нужна репетиция, пять ребят, и грузим Ткаченко. Михаил Хурсевич на пиратах говорит, нет, у нас нет возможности репетировать, если мы сейчас это не снимем, мы снимем вообще. И мы начинаем снимать. Ребята грузят, полный очень сильный, их захлестывает, захлестывает Ткаченко в лодке, ребята падают в воду. Мы не кричим стоп, потому что понимаем, что второго дубля быть не можем, и это длится очень долго, страшно. И, наконец, мы уже кричим, они все практически в воде, стоп, и мы сняли. Моя душа такая черная, а нервы будто на избытке. И я вообще такая спорная, рисую для тебя открытки. Мы находимся в заброшенном парке аттракционов, просто замечательный, в котором позволили нам снимать. Устроились, ничего. Сан-Франциско, ебать! Я играю проповедника. Проповедник, отец главной героини Наташи Барановой. В прошлом богатый бизнесмен, предприниматель, который решил сделать Диснейленд. Прогорел. И, собственно, живет теперь здесь со своими друзьями-собаками. Локация была изначально прописана в сценарии, потому что это то место, для которого и писался сценарий. Самолет Ан-24 и бывший парк аттракционов используем только как он и есть. Просто мы добавили какие-то свои небольшие элементы. Это как ангар, в котором тусуются ребята. Какая-то часть вот этой курортной жизни, которая закрывается на не сезон, она свалена вся вот в этом ангаре. Как бы распределили по разным углам. Наивно это и смешно, но так легко, твоим плечам. Надо, по-моему, снять, знаешь, кадр, типа я из иллюминатора вылез, типа мы летим. Сначала, сначала дубль. Сначала, на этом же маторе. Холмы, привет. Тушина на площадке. Ну что мне это все, а? Ну что, сука, вы просто можете взять эти два ствола и мне башку раздромезить, просто. Удивительная там сцена в ангаре, когда Гена, его кинули на наркотики, он лежит, плачет в траве. И вдруг приходит собака, ложится около головы Гены, и она все там шесть или сколько там, мы делали, семь дублей, лежит и вот так вот обнимает его за голову и успокаивает. Браво, браво, хвостиком, хвостиком, браво. По сардельке по-любому, пацанам на ход ноги надо оформить. Артистам по сардельке, собачки. Даже животные вдруг начинают чувствовать энергию сцены и начинают подыгрывать. Это тоже так интересно. У нас было много споров, связанных с музыкальным оформлением проекта. За композиторское оформление взялся Игорь Вдовин, легенда индустрии, я считаю. И он написал какие-то потрясающие композиции, которые нам нужно было дополнить подростковой музыкой. Ты себя просто представляешь персонажем, Мелом, Кисой, Анжелой и думаешь о том, что а вот какую музыку слушал бы этот персонаж. Женя Эвазян, продюсер старта. У Жени был плейлист, у меня был плейлист. Одну из самых трепетных композиций душа Лилу предложил режиссер монтажа. Моя душа такая черная, а нервы будто на избытке. И я вообще такая спорная, рисую для тебя открытки. Этот проект вообще создавался по принципу, все, что лучшее и любимое, мы несем в этот проект. Мы монтировали седьмую серию, и там есть невероятно сильная сцена, как киса вызывает на дуэль своего отца. И дальше ребята наваливаются и не дают ему совершить самую страшную ошибку в жизни, и он прощает отца. Эту сцену хотелось подкрепить какой-то, ну, очень особенной композицией. И нам в голову пришла композиция группы «Мумитроль», в которой, мне кажется, вообще строчки из нашего фильма «Мне будут твои пули переплавить в струны». Сразу возникла мысль, что этот кавер должен спеть Глеб Калюжный, потрясающий талантливый музыкант. Глеб и его команда несколько месяцев работали над этим кавером. Когда Глеб нам его прислал, у нас не было просто ни одной правки, это был совершенно идеальный кавер. А Глеб при этом, он не видел произведение целиком. Он так прочувствовал проект, что сделал совершенно идеальное музыкальное сопровождение. У тебя забавы Утром все забыл, музыка сорвалась Ты меня убил Главное, как этот, кто сказал, Майкл Кейн, который у Бэтмена играл, у Бэйла Дворецкого, да, поняли? Он говорит, если ты что-то делаешь в кадре, тебе сложно, значит, ты делаешь что-то не так. Вот мне на этом проекте сложно, типа, не было ни разу. Ну, типа, будто ты, 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 ну, то есть, какой-то, какой-то произошел мэч. Ты сливаешься с природой, твоя спина орошает кровью маленький гравий, и ты понимаешь, что именно в этот момент ты счастлив. Я давно не помню, чтобы, чтобы проекты вот так снимались. Играть до конца, попытаться положить и толкнуть, и мы на этом стопимся, да? И все, 10 минут, пока до центра не уплыли. Здесь главную роль в этой атмосфере, которая в этой группе сложилась, это, конечно, идет от Любы Сережи, от наших режиссеров. Подмазываюсь, понял? Режиссеру чисто. Они довольно мягкие люди, они собрали вокруг себя команду, которая настолько к ним прониклась, что ребята просто хотели сделать хорошо режиссером. Чтобы так порезать лимоны, я не знаю, кто это мог сделать в этой семье. Вы разрешили продирать. Это только Тимофей Ребушинский. Нет, это не я, кстати, вообще. Нет, бывает, это аккуратист, у меня был друг. Ну, а из них отец Гены не похож на этого, а Гендос тоже. Тем более. Тем более. Да, 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 вот. Вот, вот, вот тема. И прям зажевываешь мясо с кожурой. Вот, Тимош, вот так вот делают Люби Сева. Любонька с Сереженькой вообще не запрещали мне ничего делать, это прекрасно. Знаете, когда от тебя отдают, и ты такой, эх, ну, кажется, неплохо. Ты не сказал слово, б***ь. Любое предложение, там, вплоть до каких-то дурацких огурцов на глазах, там, знаешь, это все как бы... Да давай, говорит, бабахай. Ну, мы подружились тут все, и прям, и группа, и вообще идеальный, идеальный проект для нас. Я жду, я ждал этого монета. Дед, дед Мева, дед Мева приехал. Это нужно, особенно для этой картины, где очень такие, ну, мы должны быть все жители, одного городка маленького, понимаете? Все друг друга знают, все друг друга уже притерты, все шестереночки. Мы просто вот живем, можем жить, в одном номере ночевать, вот у Никиты. Наши переписки строят так. Привет, привет, поможешь мне сегодня записать пробы? Да, да, помогу на следующий день. Привет, бро, можешь мне сегодня записать пробы? Да, брат, помогу, все нормально. Кто-то стал друзьями, у кого-то что-то большее, может, даже здесь произошло в группе. Эта экспедиция здесь всегда, это маленькая жизнь, это как пионерлагерь. Сейчас вот это подрастающее поколение, вот эти замечательные, неуемные, так сказать, молодые организмы, 18-летние меня поражают, я так в них верю. И самая последняя точка, это, конечно, танец самого главного героя, Мела. Какой-то момент, и Егор начинает сходить с ума. Точно присутствует какое-то ощущение всепоглощающей мистики вокруг. Он уже как бы такой в пограничном пространстве, это как бы уже после страшной дуэли. И мы здесь нашли очень странное пространство, корабль какого-то 1907 года, стоящий на берегу. И вот в музыкальном салоне на мысу корабля он танцует свой кассет. Совершенно нереалистическая картинка, метафизическая получилась, конечно, благодаря за счет, во многом смысле, еще самого Калюжного. Потому что его магия удивительная. Что с ним происходит в кадре, как простая вещь, как проходка, полутанец, по коридору длинного этого корабля превращается в какое-то прощание. У плейбэка все девочки заплакали и мысливые. Но без артиста, Калюжного, это, конечно, просто не работало бы. У него удивительная магия. Черная весна наступает как сон, за которым мы умрем вдвоем. Успокойся уже. В первой серии учительницы, с которой Хэнк занимается, они разговаривают про пиковую даму, и она про Германа говорит, что с этого момента, когда старуха умирает, начинает закручиваться мистический маховик возмездия. И это как бы происходит у всех героев. У каждого своя вот эта вот линия маховик возмездия. Это и у Гены происходит, и у ребят. Эти линии потом соединятся все в финале. То есть вот эта вот точка невозврата у каждого. Весна — это же всегда что-то такое, в нашем понимании, хорошее, доброе, да. Любовь, все дела. Но природа сотворила как плохое, так и хорошее. И слово «черное» очень круто подчеркивает, что на все равно будет черное именно здесь. Но та любовь и та гармония, которая существует, и между всеми персонажами, и отдельно в каждой линии каждого персонажа, любовь все равно побеждает, несмотря на всю эту черноту. И вот эти подростки возрождают довольно страшную, архаичную традицию дуэлей, потому что не выйдет выхода. Пытаются создать что-то осязаемое в этом мире, таких фейковых ценностей. Все начинается с бравады, с шутки. Это все начинается с фарса такого. И потом, к сожалению, как это в жизни и бывает, это все превращается в драматичную историю очень. В итоге все равно приходит к тому, что насилие — это никогда не выход. Там могут быть какие-то смелые повороты, там могут быть какие-то смелые персонажи. Но главный месседж про насилие и его разрушительную силу читается очень явно. Когда реальность бьет по романтическим, юношеским мыслям, когда ты только взрослеешь, а здесь ты сталкиваешься с реальностью, все это рушится, и это так черное с белым так просто. Это очень важный месседж, который мы сейчас сможем донести до молодого поколения. Без какого-то назидания, честно на их языке, поговорить с ними про то, какая пропасть залегла между ними и взрослым поколением, и про то, как эту пропасть преодолевать, опираясь прежде всего на какие-то свои нравственные ценности, а не на ценности, навязанные обществом. Провожу для себя ассоциацию со снежным комом, который ты не можешь остановить. Когда кажется, что накал страстей между людьми, их взаимоотношений, драка неизбежна, всегда можно поговорить, всегда можно простить. Сериал про это, про то, что все можно исправить, и можно остановиться. Сериал про это. Чёрная виска! Чёрная виска! Чёрная виска! У тебя забавы Утро всё забыл Музыка сихла без Тебя меня убил Спасибо! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова